Совещание состоялось в режиме видеоконференц-связи. Первым выступил председатель комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Сергей Гашев. В своем докладе чиновник доложил о первых результатах работы. Ту стаю, которая была, с большими дворовыми собаками, мы не нашли. Есть предположение, что эти собаки просто разбежались по домам. Тем не менее, отловили 10 бродячих собак. Это по всему Забайкальскому уже. Но собаки далеко не соответствуют тем параметрам, которые были на фотографии. Сейчас имеется фотография. Там девочка сфотографировала эту стаю до момента нападения. Также по горячим следам было составлено 5 протоколов на собственников животных. Отмечу, что в ходе заседания было принято решение об усилении мобильных групп для подворового обхода. А также выделили машины для патрулирования частного сектора. Сегодня только в Октябрьском районе в рейд вышли 5 групп. Задача – выявить недобросовестных владельцев животных. Во время совещания прозвучала идея о повышении штрафов за нарушение правил выгла собак. Надо, конечно, выходить уже на сессию народного хурала. И такие случаи, там у нас предусмотрят штраф 3 тысячи рублей за выгул, от 2 до 5 тысяч. Надо повышать штраф, считай, Николай Николаевич, до 50 тысяч. Иначе мы эту ситуацию просто не изменим. Ну и мы предложили вчера на противоэпизодической комиссии объявить повышенную готовность по ЧАЭС. И, если это возможно, юридически сейчас отрабатывают, произвести тотальное чипирование всех животных. Также был отработан единый свод правил для мобильных групп и административных комиссий. Городские власти готовы выделить все необходимое для решения этой проблемы. Я подтверждаю, финансирование мы на это все дело определим и найдем. Действительно, ни бензина не пожалеем, ничего. Что-то надо еще более уточнить. Просьба главам сформировать такие же мобильные группы, усилить административный контроль наших сотрудников. При необходимости делайте заявку. Также будем за вами закреплять всех сотрудников аппарата, других структурных подразделений. Как обговорили, максимальное усиление на все эти и до Нового года и новогодние праздники. Нужно вот эту работу проводить, чтобы жители почувствовали ответственность за собак. Ну а пока же, как мы видим, ответственность проявляют не все владельцы животных. Батар Ломбаев, Константин Гармаев. Новости дня.